Динамо ТВ 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 пасом на Сарвеле, которого на подсказке к своей штрафной с нарушением правил остановил Козлов, получив за это желтую карточку. Тем не менее, Горшков пробил основательно выше перекладины и вскоре раздался свисток. Дмитрий Стрельцов отправил команду отдыхать при счете 2-0 в пользу Динамо. В перерыве главный тренер Динамо Александр Точилин внес коррективы в линию обороны. Михаил Коваленко, игравший на левом краю, отправился отдыхать. На левый фланг с правого переместился Алексей Житников, а на позиции правого защитника появился Кирилл Костин. Кроме того, спустя несколько минут после начала второй половины встречи, Валерий Сарамутин уступил место на поле Сандро Цвейда. Ничто не предвещало беды, но по истечении часа игрового времени вновь полил дождь. Причем полил так, что дренажная система сдалась практически без боя, и поле постепенно превращалось в самое настоящее искусственное болото, сводя на нет все попытки хозяев контролировать мяч внизу и играть комбинационный футбол через короткий пас. Тем не менее, в середине второго тайма сначала Барсов подкарауливал ошибку защитника Москвичей, выведя Батютина один на один с голкипером, который в блестящем стиле выручил хозяев. А в одной из ответных атак уже футболисты Чертанова здорово разобрались с ситуацией, сбежав офсайдной ловушки. И уже Сарвеле выскакивал на рандеву с Книгой, который сыграл выше всяких похвал и, несмотря на ливень, умудрился оставить ворота Сухина. К моменту ворот обеих команд порой возникали буквально из ничего. Несколько раз лишь чудом мяч не попадал в сетку. В частности, Максим Барсов, прокинув мяч мимо Ломаева, бил по пустым воротам казалось уже наверняка, но защитник хозяев пришел на помощь своему голкиперу и вынес мяч с самой ленточки. На 70-й минуте главный арбитр встречи Дмитрий Стрельцов все-таки остановил матч. Приведя короткое совещание со своими помощниками, делегатом встречи, а также тренерами команд, игру тем не менее было решено продолжить, несмотря на неутихающий ливень, и пауза продлилась всего каких-то пару минут. К моменту возобновления игры Тачилин произвел еще одну замену. Вместо Андрея Батютина на поле появился Андрей Почепов, а следом за ним в игру вошел лучший бомбардир команды в этом сезоне Артем Кулишев, заменивший Александра Каратаева. К тяжелейшим погодным условиям, в которых газон скорее напоминал бассейн, нежели футбольное поле, Динамо приспособилось заметно лучше соперника. В последние 20 минут игры наибольшая острота возникала именно у ворот хозяев. Но, к сожалению, ни выжечь ему на замену Кулишеву, никому либо еще довести счет до крупного так и не удалось. Чертанова же, даже попытавшись организовать некое подобие финального штурма, так и не смогла больше создать ни одного по-настоящему голевого момента. В итоге 2-0 и дальше идет Динамо из Санкт-Петербурга. Жеребьевка 1-16 финала состоится в Москве 29 августа в 12 часов. Круг возможных соперников уже известен. Им станет одна из четырех топ-команд РФПЛ. ЦСКА, Спартак, Краснодар или Зенит. Так что вполне вероятно, что спустя 7 лет мы снова увидим в розыгрыше Кубка России настоящее питерское дерби. По случаю выхода в следующую стадию турнира мы объявляем конкурс для наших болельщиков. Для участия в нем необходимо зайти в нашу официальную группу ВКонтакте и в комментариях под постом с этим видеообзором оставить ваш прогноз. Кто же, по вашему мнению, станет соперником нашей команды в 1-16 финала Кубка страны. Среди всех угадавших мы, при помощи генератора случайных чисел, выберем одного победителя, который получит футболку с автографом капитана нашей команды Евгения Писегова. Свой следующий матч Динамо из Санкт-Петербурга проведет 27 августа в рамках очередного тура первенства ФНЛ в Химках против одноименного клуба. Начало матча в 15 часов. Ссылка на видеотрансляцию появится за день до игры, а чтобы не пропустить ее, вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте, подписывайтесь на нашу страницу в инстаграме и твиттере, ссылки есть в описании. И, конечно же, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Динамо ТВ. Впереди вас ждет очень много интересного. А наш обзор на этом подошел к концу. С вами его смотрел Никита Васильев. Пока!